В Тверской области началась вакцинальная кампания против гриппа у детей. Прививают юных жителей Верхней Волжья от 6 месяцев до 18 лет. В детской поликлинике микрорайона Южный побывала наша съемочная группа и узнала, как проходит вакцинация. Прививка от гриппа – дело добровольное. Однако сотрудники поликлиники извещают всех родителей и предлагают детям провести вакцинацию. Приглашение получают даже 6-месячные малыши. Прежде чем отправить ребенка на прививку, доктор тщательно осматривает малыша. Перед вакцинацией доктор осматривает ребенка, слушает, смотрит горлышко, измеряет температуру. После этого назначает прививку и посылает в прививочный кабинет. Там медсестры делают прививки. Медики предупреждают, что есть и противопоказания к проведению прививки. Это высокая температура, насморк, красное горло и обострение хронических заболеваний. Многие родители стараются не пропускать вакцинацию как для детей, так и для себя. И делать все прививки, положенные ребенку по возрасту. Тогда риск заболеть всей семьей осенью или зимой сокращается. Мы сами прививались. Конечно, мы и детей наших стараемся также прививать. И вводим в поликлинику и от гриппа тоже. Мы делаем все прививки. Считаем, что это очень важно, что нужно их делать. Особенно сейчас в наше время. Поэтому посещаем врача без пропусков. И вот сегодня тоже приехали сделать прививку, которая нам положена по возрасту. Нынешней осенью в России придут новые штаммы вируса гриппа. От их разновидностей население страны еще не прививалось. По мнению специалистов, это грозит тем, что сезонная вспышка гриппа может оказаться достаточно серьезной. В 2020 году на территорию Российской Федерации ожидается циркуляция новых штаммов вируса гриппа. Вакцинация, хоть и добровольная, но должна быть в любом случае проведена. Почему? Потому что наше население не имеет иммунитета к этим штаммам вируса гриппа. Врачи напоминают, что в этом году период респираторных заболеваний будет проходить в период пандемии. Поэтому вакцина против гриппа остается лучшим методом профилактики сезонных инфекций и снижения риска серьезных осложнений.